привет друзья с вами на канал покемоша лайф и сам покемоша я приветствую всех гостей всех подписчиков нашего канала всем большой респект но мы продолжаем рубрику модели моделиста и сегодня в этой рубрике будем обозревать тепловоз серии t60 вот такую модель которая была собрана своими руками из подручных материалов сначала мне бы хотелось несколько слов сказать о прототипе этого тепловоза ну а затем уже о самой модели итак поехали друзья как известно тепловозы t60 производились коломенским заводом начиная с 1960 года и производство их продолжалось до 1985 года эти тепловозы имели дизель двухтактный дизель серии 11 d45 с генератором постоянного тока тяга электродвигателя тепловоза также были постоянного тока этот тепловоз на тот момент считался самый скоростной тепловоз в мире известно что он развил скорость на испытаниях 193 км в час впоследствии этот рекорд скорости был также преодолен и тоже тепловозом коломенского завода только уже серии t80 этот тепловоз развил скорость 273 км в час на испытаниях между москвой и питером но давайте немного еще о t60 поговорим мощность дизеля 3000 лошадиных сил а конструктивная скорость этого тепловоза 160 км в час сцепной вес тепловоза 126 тонн то есть такой же как на электровозах серии ch4t и тепловозы по отзывам машинистов считались очень надежными даже если сравнить их с более современными тепловозами t70 или t70 bs t60 были более надежными и как говорили машинисты на них чувствуешь себя более уверенно и практически можно было уехать с любой неисправностью коломенский завод кроме непосредственно t60 строил еще тепловоза серии 2 t60 то есть по сути две секции этого тепловоза и что интересно вот здесь вот видите у него окошко центральной да вот это оригинальное конструкторское решение позволяло производить переделка тепловоза практически без каких-то ощутимых изменений в конструкции кузова то есть вот здесь вот просто делался небольшой вырез устанавливалась дверь и межсекционный проход и фактически все оборудование кабина но оставался нетронутым и таким образом может быть тепловоза переделать очень быстро в то или иное исполнение что конечно же было также очень круто выпуск этих тепловоз как я уже сказал продолжался до 1985 года и первоначально тепловоза поступали на октябрьскую железную дорогу впоследствии они поступали и на другие железные дороги в том числе на прибалтийские дороги ну и так далее эксплуатируются они очень долгое время и очень перегады были ими очень довольны в настоящее время если я не ошибаюсь продолжается эксплуатация несколько единиц еще на белорусской железной дорогах но теперь давайте поговорим о модели тепловоза как мы делали вообще модель вот этого тепловоза практически как и все наши модели но выполнены из всевозможных подручных материалов из загрызков окурков но и так далее начнем давайте с кузова кузов вот этот кузов он выполнен практически полностью из картона то есть это все просто картонный лист причем более того это картон не какой-нибудь там покупной специально когда покупаешь в магазине там картон да это просто картон который остался после использования если я не ошибаюсь коробки из-под конфет просто на обратной стороне мы расчертили там эти оконные проемы двери и все это дело разбить или вырезали и согнули отдельная потому что тема крыши тепловоза как видите крыша имеет множество всевозможных изгибов вот здесь вот изгибы да здесь вот понижение мышки уровня идет тоже там сгибы всевозможные да здесь вот по всем этим плоскостям и из картона этого добиться достаточно сложно по крайней мере у меня на эту мани хватает поэтому пришлось сделать по-другому крышу мы сделали из листов полистирола двух листов четырех миллиметровых которые были просто-напросто склеены между собой и потом уже обработана наждачной бумагой напильником ну и зачищена еще там уже наждачкой такой нулёвочкой получилось вот так вы понимаете форма рама тепловоза вот здесь вот снизу располагается рама и эта рама она выполнена из листа фанеры если не ошибаюсь там десятка по-моему использовали но поскольку это все-таки силовой элемент на который крепится и кузов и тележки все остальное в общем с ней никаких проблем не было просто вырезали прямоугольник круглые понимаешь и по всем плоскостям и вклеили его ну и накладные элементы если говорить о крыше например да и стенках кузова этот наш нашли полистирол тоже вот эти вот элементы жалюзи холодильника это по сути не что иное как фольга который просто таким образом продавили с помощью металлической чертилки и вклеили ну и приклеили сюда тут кузочки проволочки это тоже полка алюминиевая который как зачистили и не более того идем дальше буферные фонари это тоже полистирол а тут тоже парни и проволоку везде интересно тем вот эти вот прожектора вот прожать он используя просто как кусок ручек старых шариков просто срезали там от краешка ну и вот таким образом скобили точили автосцепка тоже самодельно тоже из картона а пауте очиститель выполнен из полистирола на так называемый электротехнический картон и тут уже проволочки спарены поручни тоже из проволочек только уже из медных но поскольку медная проволока все-таки более такая крепкая считается единственное что мы это покрасили белой краской чтобы не бросал в глаза вот этот нашли цвет меди ну и вот видите тоже антенна кВ диапазона да она тоже из меди то есть два наши тоненьких таких проточков проволоки нас крутили между собой и вот так вот одели что касается топливного бака топливного бака у нас выполнен из двух материалов это картон и полистирол вставки из полистирола для большей жёсткости топливного бака кстати вот видите вот интересно тут немножко видно вот такие вот выдвинутые пашки места на кузне да это то что осталось вот оно тоже видно поскольку это была коробка из-под конфеты там была надпись какая-то выдвинутая вот она немножко заметно нет просто чистый такой очень бюджетный вариант ну и тележки тележки от видно немножко тоже до картона у нас только очень плосный картон до основание тележки укрым на а вот этот боковые элементы рамы тележки не помню из полистирола к цилиндров топливные это тоже шарикой ручка просто тоже срезанный корпус немножко ручки колесные пары они выполнены из полистирола просто полистирола вот эти вот уже бандажи они оклеены белой бумагой для большего банта ну а поверхность катания накрашена серебристой краской то есть все так же дешево сердито из алюминиевые проволочки намотаны такие рессоры спиральные они же пружинки ну и вклеены соответственно сюда ну и вот смотрите просто тема такая что вот этот макет этот макет наш да он выполнен вот таким вот таким образом то есть имеется вот такой подмакетник из двп этот кабель-канал которым все это просто так или тупо ну и на принтере было распечатано на работе вот такие два отношения то есть сам тепловоз фотографии да и немножечко то тут описание характеристики все остальное то есть получился такой просто законченный макет хороший или плохой тоже другое основном я считаю что он законченный в этом видео и завершая хочу еще об интересном детали сказать я думаю уже догадался вот это просто на пшеном то есть из листа фанеры была вырезана такая пошли призм балластные обмазана клей пава я абсолютно просто-напросто обычным пшеном который придется магазин вот мы доделали пшеном обсыпали потом покрасили темно-коричневой краской пардон темно-серой краской но получилось вот такая в нашли нас балластный призм на верхней стороне пути единственно что рельс вот эти рельсы нас лежали раньше это старые запасы не знаю кто их и когда дело не из металла и они вообще-то из нашей предназначены для другого немножко масштаба и 30 но по бюджету пришлось их задействовать старые запасы мы тоже сюда вот примерно что вставили то есть вот интересно если кто не в курсе как потерялись можно закрепить вот видите вот эти вот элементы так называем подошвы да это просто-напросто жесть полоска жести прибивается к листу дерева и краешки загибаются рельсы кеморзом крепится но такая получилась модель модель конечно простенькая особо детализации мы тут не наблюдаем ну блин вот но так вот хотя бы сделали зато представление теплоузии имеется поэтому друзья всем тем кому понравился этот ролик пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь на канал будет еще я думаю много подобных роликов обзор различных моделей которые выполнены также своим руками на этом пока всем удачи с вами был покемоша вы лучшие и еще ребята завершение видео я хотел бы порекомендовать вам один канал ссылка на который будет данном описании канал который называется самет моделист в этом канале молодой парнишка запилить видосы в том числе на железнодорожную тематику и не только он делает сам модели самые разные техники которые собирает своими руками поэтому давайте подпишемся человеку будет очень радостно еще раз всем спасибо за просмотр всем удачи с вами был покемоша и пока до новых видео